Канал Аль-Иртисам представляет Многие могут подумать, почему такое большое время удаляешь именно этим книгам, суфизму и опровержение их наговоров на пророка, наговоров на ислам Может, тот, кто не живет в Дагестане и в Чечне не знает, какой огромный вред несет эта группа Только в этих книгах она была бы Можно было бы вообще не обратить внимание на эти книги Эти книги люди не читают Но то, что в этих книгах написано буквально на практике подтверждают их имами Имами духовного управления и буквально они соблюдают эту устазию Из-за этого она веками, которые пропитывалась в крови этих муридов И в книгах написаны вещи Так легко, невозможно его выдернуть и выкинуть Многие говорят, зачем тебе они нужны Они уже ширх делают Оставь их Мы за этих людей болеем За то, что их обманывали За их невежество Они не знали, что это не от ислама Как искренне они это делали Плакали И как искренне они Соблюдали Рабита Соблюдали Истигата Просили Хатму Остальные другие нововведения И ширки То, что в этих книгах есть Из этого Так больше Многое время удаляем За то, что видим пользу За то, что видим Как Алхамдул-Лях Эти же муриды Их сыновья Как отрекаются от этих убеждений Когда узнали Что столько много лож И наговор На религии Аллаха Субханаху ва Та'аля Также продолжим Некоторые цитаты читать Из книги Хасана Афанды-Л'Кахи Хасана Афанды Мы знаем, кто он Как мы всегда говорили Это Тарика Саида Афанды Который У него Его селеселе Находится Это Хасана Устар Который тысяч В начале прошлого века Который был Его книгах Столько Противоречий На религии Аллаха Субханаху ва Та'аля Противоречий На четырех мазгабах И во всем Исламу Эту цитату Мы сейчас будем читать Некоторые говорят Когда Ахрисунну Вальджама Говорят У Аллаха Есть лик Подобный ему Достойный ему Говорят Вы Уподобляете Аллаха Субханаху ва Та'аля На творение Это является Куфром Начинают Эти же люди Опровергают Отрицать Эти слова Хотя Убеждение Ахрисунну Вальджама Это является Что Аллаха Субханаху ва Та'аля Есть лик Подобный ему Который Не уподобляет Не уподобляется Его творение Вот эти люди Из них даже Шейхи Шуаиб Афанди Аль-Багиня Он говорит Из тех вещей Которые Аллах Субханаху ва Та'аля Мне дал Это Чтоб увидеть Лик Аллаха Субханаху ва Та'аля Я говорит Увидел Лицо Аллаха Субханаху ва Та'аля Я посмотрел На лик Аллаха Субханаху ва Та'аля И я С ним Встретился Аллах Субханаху ва Та'аля Эти слова Пишет И передает Хасан Афандель Кахи В своем книге Сиражу Са'адат Здесь В 188 странице Он говорит Аллах Возвесил С тем Что я увидел Лик Аллаха Субханаху ва Та'аля В этом дуне Здесь не говорится Я увидел его во сне В этом дуне Даже пророк Салли Аллаху Алейху ва Салам Увидел Аллах Или нет Это разоглас Ахли Сунну Ва Та'аля Большинство Сподвижников Пророка Салли Аллаху Алейху ва Салам Говорили Что Аллаху Субханаху ва Та'аля Не увидел пророк А здесь Шейх Тариката Шуайб Афанди Не только подтверждает Что Аллах Субханаху ва Та'аля Есть лицо Наоборот Он даже говорит Я увидел Его лицо Я встретился с Аллахом Говорит Это Субханаху ва Та'аля Из-за этого Как говорится Беревно Своим глазом Он не видит И порицает Ахли Сунну Ва Та'аля Который подтверждает Что Аллах Субханаху ва Та'аля Есть лицо Лик Он говорит Я увидел Я говорю Аллах Этому Я увидел Инна лиллах Ва инна Илейх Раджи'ун И так же Продолжим С той книги Которой Сайя Черкесский Который Мне советовал Читай книги Про Рабита Именно Рабита Книга Хасана Фандил Кахи Сифру Асна В этом же Книге Хасана Фанди Говорит Когда Халва Заходишь Халва У них есть Уединение Они уединяются 40 дней Делают Такая яма Как могила Там сидят Уединяются Мы в прошлых лекциях Кто видел Наверное Говорит Когда с Халвы Выходили Горящими голодзами Под ее глаз Что попадает Она превращалась Вали Один раз Попали Эти глаза Кому Прямо Собаке Потом Начали Другие собаки К нему Зияр Делать Вот это Халва Когда Халва Заходишь Уединяешь Как надо Заходить Туда Надо Заходить Как ты Заходишь В мечеть С именем Аллаха Субханного Та'ала И Просай помощь У кого У шейхов У дух Шейхов Как он здесь Говорит Мин арвах Машаих Бивас Этот шейх Посредством Моего шейха Через них Просить помощь У Дух Шейхов Получается Он говорит Надо заходить Туда Халва Тоже Как заходишь В мечеть Получается Вот это Суфисты По Этому Цитат Что даже Они мечеть Когда заходят Тоже просят Помощь У дух Шейхов Инна лиллах Ва инна лейхи Раджи Это я знал Практики Я видел Люди Которые Приходят В село Шейха Они останавливались В окраине Село И оттуда Помощь просили Можно заходить Потом заходили Вы не думаете Просили Что они звонили Шейху Нет Просто Презносили Слово Можно зайти Потом Заходили А здесь Мечеть Дожди Зайти Надо сперва Помощь Взять От Дух Шейхов Инна лиллах Ва инна Илейхи Раджи Это было То Что он говорит В 72 Странице Сифру Асна В этом же Книге Говорит Хасан Афанди Если Говорит Говорит Нуждается Решить Свою проблему Он Своим сердцем Представляет Шейх Рядом Как будто И что Сам хочет И будет Спрашивать Представляете Любой Проблемой Решит Он представляет Что Шейх Рядом И у него Помощь Он просит Это не языком Просит В сердце Языком Сердце Говорит Должны Просит Потом Говорит Ему Внушает Дух Шейха Внушает Ему Решение Проблемы После этого Вопроса И Облегчает Ему Решить Эту Проблему За то Что он Сделал Рабиту Через сердце За то Что он Связал Своё сердце В сердце Своего Шейха Вот Братья К чему Они учат Каждой Трудности Когда попадает Только Обращение К шейху Как Аллах Обращается Они Обращаются К шейхам Еще Он Говорит У кого Истинный Шейх Его Она Говорит Всегда Бывает Своими Муридами Своим Своим Духом Будет Со всеми Муридами Хоть Это даже Муриды Будет Тысячами Ни Один Ни Два Ни Три Все Это Нуждаются Долином Из Курана Все Это Наговор На Четырех Имамов И Наговор На Религии Аллаха Субханаху Вата'аля Это Не Противоречие Только Четырех Имамов Это Противоречие Религии Ислама И Также Продолжает Хасан Афанди Объясняя Пользу Этой Рабиты И Любовь К шейхам Он Говорит Любовь Истинная Шейха И Служить Ему Вместе С ним Быть И Не Имеешь Права Что Даже Порицать Ему Порицать Даже Не Имеешь Права Ты Должен Быть Перед Шейхом Как Мертвый Человек Пред Его Моющим Человеком Кто Моет Перед Мертвый Куда Он Хочет Его Поворачивает Ты Тоже Перед Твоим Шейхом Так Должен Быть Что Бо Шейх Не Делал Ты Не Должен Сравнивать С Шариатом И Даже Не Должен Ты Сомневаться Что Может Слова Шейха Противоречит Шариату Или Нет Это Мы С Книги Читаем После Этого Мы Покажем Практики Тоже Нынешние Имамы Как Это Нынешние Имамы Как Это Практикуют Сейчас Еще Одну Короткую Историю Расскажу С Книги С С С Хасана Фанди 109 Страниц Он Говорит Один Раз Шейх Сафар Вышел С Одним Своим Муридом И Перед Ними Большая Как Море Вода Очень Много Вода Перед Настала Шейх Сказал Своему Муриду Я Войду В воду И Скажу Я Аллах Я буду Просить Аллаха Ты Заходи Но Ты Скажи Я Шейх Я Шейх Когда Они Среди Воды Дошли Не Сказал Я Шейх Он Сказал О Аллах Он Погружаться В воду Заходить Начал Шейх Шейх Сказал Ему Я Шейх Ты Скажи Я Шейх Шейх Скажи Не Говорит Я Аллах Он Шейх Он Обратно Поднялся Над водой Когда Они Оба Перешли Эту Реку Эту Море Он Сказал О Шейх Почему Так Почему Когда Я Аллах Я Аллах Аллах Не Отвечал Когда Я Шейх Ты Мне Помог Шейх Сказал Потому Что Нет Равенства Невозможно Даже Сравнить Мунасаба Между Тобой Сравнение И Между Твоим Господом Чтобы От Аллаха Тебе Файз Дошло Такого Мунасаба Вообще Сравнение Нет Когда Ты Сделал Посредником Между Тобой И Аллах И Сказал О Шейх От Аллаха Ко мне Пришел Этот Файл Помощь От Мне К Тебе Перешло Ты Между Тобой И Аллах Который Я Был Последник Ты Убрал Ты Под Водой Начал Уходить Эта История Рассказывает В 109 Странице Сифру Асна Инна Лях Ва Инна Лейхи Раджи А так Они Обучают Своих Муридов Оставляя Аллаха Что просили шейхов И говорят Что Шейх Это Последник Без него Невозможно Прямо Просить Как сказал Саид Афанди Можно Аллаха Просить Можно Прямо Просить Без Последника Но Не Получается Инна Лях Ва Инна Алейхи Раджи Он Аллах Столько Аятов В Куране Говорит Когда Мои Раби Тебе Спрашивают Я Близик Аллах Субхан И Аллах Сам Говорит Я буду Отвечать Своим Рабам И Пророк Салли Аллах Алейхи Салли Говорит Когда Вы Просите Просить Аллаха Субхан Но Эти Шейхи И их Муриди Обучают Народ Народ Чтобы Они Обращались Шейхом Это Явным Большим Ширком Ибн Хаджар Аль-Хайтами Передает От Хамболитского Мазхаба Иджма Иденегласное Мнение Что Просит У мертвых Является Куфром Книга Аль-И'лам Би-Кавати Али-Ислам Ибн Хаджар Аль-Хайтами 292 Странице Он говорит Передает От Хамболитского Мазхаба Из этих Куфр Является Сделать Между Тобой И Аллахом Посредников И Таваккалу Алейхим Уповается На них На этих Посредников Вая Дуах Просит У них Дуа Делает Вая Сал Просит У них Калю Ижма Это Ханафи Хамболиты Сказали Это Единогласное Мнение И сам Даже Не отрицал И ничего Не сказал Что это Не Ижма Это Передает Ибн Хаджар Аль-Хайтами Ибн Тайми Ибн Кайм Ибн Хаджар Передает От Хамболитского Мазхаба Ижма Что Просит У мертвых Является Куфром И ширком Давай Сейчас Чтобы не Удлинить Посмотрим Наши Шейхи Дагестанские Имами Имамы Районов Как Обучают Своих Сельчан Например Возьмем Имам Он был Бывший Имам Ботлуха Ботлух И потом Оттуда Он стал Имам Шамильского Района Этот Человек Рассказывает Ту Историю Которую Хасан Афандей В своем Книге Рассказал Подтверждая Игорь Он Говорит Он здесь объясняет, он говорит, один шейх говорит, устар вышел со своими муридами сафар, перед ним появилась вода, должен прийти, они сказали, мы сверху водой пройдем. Но кто будет топиться, кто затонет в этой воде, просите помощь у меня, говорит. Но в этих муридах один человек был, который на устаре, убеждение к устару слабый был, он начал кричать, я Аллах, не я шейх, а я Аллах начал кричать. Он говорит, мурид говорит, зачем я должен просить его, я лучше Аллаха буду просить. И когда зашли они в воду, шли, он начал тонуть в этой воде, он начал, я Аллах, кричат, он начал под воду идти, потом обратно начал кричать, я устар, я устар, он поднялся над водой. Когда они вышли из воды, он говорит, сказал, говорит, о мой сын, ты не думай, говорит, за то, что я сильнее Аллаха тебе отвечаю. Нет, говорит, пока твой дуа, говорит, Аллах дойдет, ты под воду дошел, говорит, я близко к тебе, из этого я говорил, говорит, я, говорит, рядом, из этого я говорил, я, шейх, чтобы меня просил. Вы представляете? Дуа, пока Аллах дойдет, ты под воду уйдешь. Аллах же ближе к нам, тем более, в вашем убеждении Аллах находится везде. И когда мы говорим, Аллах находится над всем творением Аллаха, над небесами, над Аршем, вы говорили, вахабисты говорят над Аршем. Он сейчас говорит, пока твой дуа до Аллаха дойдет, ты под воду ушел, значит, я здесь близко, я быстро тебе отвечаю. Вот этим мы обучаем, из этого мы стараемся спасти вас, простой народ, который не понимает эти вещи, чтобы этого вы не делали. И также он потом историю рассказывает другой же имам этого же района, имам Асаба, село Асаб, есть Шаминский район. И он имам их, и глава администрации. Сейчас говорят, имамство оставило только глава, или Аллах Адам, но он одновременно был имамом мечеты и глава администрации села. Этому человеку, говорит, даже Мункарнакер не пришел. Откуда вы знаете, пришел Мункарнакер или нет? После пророка Вахви нет, пришел к нему Мункарнакер или нет, откуда мы знаем. И дальше я смотрю еще. Мункарнакер на Керватку, у нас уже был Моритеха, Леболочи. В этом месте, когда мнеims Мункарнакер, которые выясняли заせて европей. Есть любые времена. Возможно, мы в последние часы Кубаника, которые насчет, если бы огородные показатели, мы хотим, чтобы огородные показатели, что мы были сомневались. Этот Мурид, о котором он говорит, который к ним тоже не пришел, дальше этот человек, он взял своих ослов, поехал, хотел своей торговли или что-то купить, в Чечню ехал. И там своей работой делал, и ехал этот человек, и запрыгнул его на его ишака, а один человек, и он убегал от него, и тот момент, он говорит. Он говорит, у них весьма не придет, его будет маленько. И постар ethmente служил многие рассказывать в обладателях, рекомендовалbayак, иrzah, ясно compliant его на себе. И он говорит, и заговор впечатляет, из чадには волны воп poisoning. Потом в голову демократичнее делал он на себя что-то, уялый очень belli и неthuso, и действительно целый человек. Он рассказывает, вот этот имам, и глава администрации села рассказывает историю одного мурида. Он, говорит, вышел в Сафар Чечню, торговля. Как он на аварском сказал, сахар, соль купит. Но в этот момент он по дороге работы делал, и незаметно увидел человека, который сел на его осла, и все остальные его ищаки тоже гоняет и забирает. Заметил он. В этот момент он не вспоминает Аллах. Он, говорит, думал, сейчас у кого помощь попросит. Я сказал, говорит, я Абдуррахман Афанди. И резко, говорит, далеко он увидел этот человек упал с этого осла. Когда он дошел до Шеха Абдуррахмана, как он рассказывает, он даже сам спросил, пока он даже не спросил, что, говорит, так сильно запугали тебя чеченцы, чтобы от меня помощь начал просить. Я, говорит, этот момент, когда ты помощь просил, сидел, говорит, у речки омывание делал. У меня, говорит, уже сняты был один обувь, масок. Это, говорит, я кинул, это попало, говорит, этому чеченцу, и попало, и упало с этого осла. Вот они чему обучают. Вот они чему обучают. Вот практика они рассказывают. Из-за этого мы так сильно стараемся, чтобы не заблудили они нас, наш простой народ, который эти вещи не понимает. Сидят мечети имамы. Имамы районов, такие большие имена, когда вот такие вещи, которые противоречит во всему Исламу, рассказывают. Хоть один раз покажите. Сотни книг есть. Четырех имамов. Таби'инов. И слова, тысячами словосподвижников есть. Пророки, хоть одно место они сказали, когда ты в трудности попадаешь, проси меня, сказал имам Шафи, или Абу Ханифа, или имам Малик, или имам Ахмад, или же Суфьяну Саури, или Абдулла 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 Мубарак, Исаак Нур-Ахоя, Абу Урайра, Абу Бакар, Амар, Усмана Али. Кто-нибудь из них хоть один раз в жизни своим друзьям сказал, когда ты трудности бываешь, мне помощь проси? Они не сказали. Сейчас они учат. Даже Аллаха просит. Не просит Аллаха, прямо просит у шейхов. Клянусь Аллахом, это вещи не от Ислама. Они, можно, к ним пришли от шиитов. И других религий. Но это не от Ислама. Вот этот Хасан, имам Шаминского района, не предстоит удивлять нас. Он раньше говорил, хотя Аллах в Уране говорит, не просите, мы должны просить у устаров. Он говорит, сто лет, которые назад было, и сто лет, которые будет, будет. Это все, говорит, устар знает. Представьте, вы, люди. Кто, говорит, будущее, знает. Это куфру. И даже Аллах в Уране говорит, ты скажи, если я знал бы скрытное будущее, я для меня многое хорошее сделал бы. Эти люди утверждают, что устары знают сто лет, которые прошлое, и сто лет, которые будущее. В Аллахе не знают, ни устары, ни кто, кроме Аллаха, субханаху ва-та'аля. То, что делает устар, и деяние устара, которое человек будет сравнивать с шариатом, это не мурит. В этом книге Хасан Афанди говорил, будь перед чейхом, как мертвый перед его мощником. А также он тоже говорит, кто будет деянием устаров измерять шариатом, это не устар, это не мурит. Субханаллах. Из этого, когда мы с книг Карамату Аулия читали, такие действия, которые устары делали, запретные, даже за афилии, которые мы говорим, никто им не порицает, и даже они не могут этим книгом, ошибки есть до сих пор, даже они не могут Хасан Афанди где-то ошибся сказать, даже не говорим, что он заблудился, ошибся. И Саид Афанди какой-то слабый хадис рассказывает, даже они не могут, хотя Хасан Афанди и Саид Афанди не только слабые хадисы, наговоры на пророка рассказывают. Один из этих наговоров, у которых хадис говорится, когда вы в трудности попадаете, вы идите к могилам, чтобы оттуда помощь просить, и Хасан Устар в своем книге тоже обучает, как помощь просить у мертвых, как рабида с ним делать. Даже в таких местах не могут эти муриды и нынешние имамы скажут, что они ошиблись. Почему? Потому что так они думают, это их убеждение, они не ошибаются. Даже нельзя их деяние сравнивать с шариатом. Деяние Абу Бакра, деяние Умар, Усмана Али, всех сподвижников сравнивали с шариатом. И всегда сподвижники делали насыщение им и поправляли. И даже некоторые напоминали делали Умар и говорили, так, бойся Аллаха, субханаху ата'аля. Когда даже один порицал этому человеку, ты, он же Амир и Му'мин, как ты ему говоришь, бойся Аллаха? Умар, но Хаттаб говорит, нет у вас добра, если вы это не будете мне говорить, бойся Аллаха. И у меня нет добра, если я это не приму. Вот это сподвижники. Никто не говорил, не говори шейху, не говори Амир не поправляй его, как это книги говорится, не поправляй устара, он не ошибается, если даже он сверху, его деяние не соблюдает, не совпадает с шариатом, это не за то, что с шариатом не совпадает, это означает, он испытывает своих муридов. И да, хоть один раз пророк, саламу ата'алу, делая харам, испытывал своих муридов. И так же заканчиваем этом же ролике. Он не взят из Корана и Сунны. Ты остерегайся, чтобы от тебя подобные слова выходили. Это не верие. Это не мои слова, это говорит Имам Ша'рани. Пусть Всевышний Аллах нам поможет найти этих машеихов, этих наставников, увидеть их, следовать им, потому что Имам Ша'рани говорит, на этом свете до судного дня будет 124 тысячи устазов. Если хотя бы одно количество этого числа уменьшится, на этой земле трава не вырастет и с неба вода не употребляет. И последним машеихам, последним устазом будет Имам Махди. Это слова Имама Ша'рани. Не печалься, не отчаивайся от поисков этого устаза, говорит Имам Ша'рани, даже если тебе придется потратить все свое имущество, все свое здоровье и все свое время. Воистину этот устаз, который вытащит тебя из этого мрака темноты на свет, он для тебя более нужны, чем Кибрид-Уль-Ахмар, чем красная сера, этот элемент, который является жизненно важным того времени. Этот Имам тоже говорит Буши, что оставление тариката это куфры, Аллах, соблюдание такого тариката, который в этих книгах написано, это является куфрой. Оставление этого тариката является суннатом Пророка, дорогом Пророка, саллиллаху, дорогом четырех Имама. То, что в этих книгах написано, которые преподносят этот тасовов, это не от Ислама. Некоторые говорят, почему ты не рассказываешь про тех суфистов, которые были на суннате. Про это я рассказал в своем ролике, который называется «Основа тариката», и сказал, там были Жунайдуль-Багдади, Абдул-Кадр-Уль-Гилляни, которые были тасовов, в начале, которые были. Но нынешние тасовов, которые в этих книгах обучают нас, это и ширки, и куфры много там. Как в этих книгах обучаются, когда ты в трудность попадаешь иди могилам у них, проси. Это все куфру. Этот человек рассказывает о ставлении такого тариката, который сейчас есть, что это является куфром. Сверх этого сам этот Хасан Афан пишет в своем книге «Муртад тут тариката, а шатуми муртад и шария». Муртад. Тот человек, который отрекся от тариката, он хуже, чем тот, кто отрекся от Ислама. Муртад, который стал Ислам веревоступник, это меньше, чем, получается, кто оставил вот этот тарикат. Откуда такие слова берется? Откуда такой ересь в голову людей приходит? О, братья, мусульмане, не обманываетесь такими громкими высказами, которые они говорят. Нельзя просить у Аллаха. Просите Аллаха. Аллах любит, кто его просит. Люди, когда чем больше просит, они от тебя отрекаются. Людям надеяются те люди, которые, кто их много просит. Аллах, чем больше ты просишь, тем больше Аллах тебя любит. Аллах к нам обращается, что мы просили у Него в десятках аятах. И каждый день в Фатихе мы говорим «И я к наобуду, и я к настаин». Только тебе мы поклоняемся и только от тебя мы просим помощи. не уходить от этой дороги. Это естество, которое внушило Аллах каждому мусульману сердце, каждому человеку сердце, чтобы только Аллаха просить. Когда этот Хасан, вот имам когда говорил «нельзя прямо Аллаха просить», многие это обсуждали. Почему? Потому что у каждого человека сердца есть только Аллаха надо просить. Нельзя у этих самых мертвых людей, которые мы не знаем где они находятся, у них просить помощи. просить у живого, который не умирает. Аллаха субханаху и так же человеку отказывается от ариката, человек, отказывается от ариката. человек, ариката, от ариката, который составлял, человек это написал. Может, Клабташавт неправильно поймет. Муртаду шариаты ходжи, чем муртаду таригаты. Почему? Потому что человек, который ушел от ариката, это шариата, вставляет шахадат обратно возвращается. Да. Человек, который отказался от ариката, хоть он придет обратно от тассаву, он не в том состоянии возвращается. Вот эти слова. Оставление шариата возвращается полноцельным, кто оставил ариката полноцельным, не возвращается. Он сам толкует эти слова. Это имеет в виду, кто ариката оставил, он хуже, чем ариката. Этим, кто шариат оставил, это ему пугают. Кто такой ариката оставил, он приблизится к Аллаху субхану ва та'аля. Потому что здесь большинство ересь. О, мусульмане, следуйте за Кураном, следуйте за сунном пророка салам, пониманием сподвижников, пониманием табиринов. Табирины это ученики сподвижников, их сотни, тысяч за ним следует. И зачем этим заблудшим людям следовать? И также следует за четырех имамом и их пониманием. Оставьте эту ересь, которой нет доказательства ни из Курана, ни из сунны. И говорят, что там плохого? Что там плохого просто представлять? Плохое, что этот пророк это не делал. Я вам сами идите этих шейхов спросите, делали ли пророк рабито? Если делали, скажите, в каком книге она написана из хадисов, достоверный это хадис. Делали ли рабито? Не говорите пророк этот, что сподвижники всегда видели пророка, всегда вспоминали пророка. Нет, рабито в таком форме, который обучали сидеть и представлять шейха направо кого-то, налево кого-то. В таком форме. Делали сподвижники, делали четыре, не делали. Вот эта религия, которую они преподносят нам, она противоречит исламу. Противоречит четырьм имамам и противоречит исламу. Очищайте свои убеждения, очищайте свои деяния от ширков, от нововведений, следуйте за Кораном и суннатом, понимание праведных имамов, известных имамов, четыре имами, их последователи, и таби-ини, и сподвижники. Если даже кто бы не сказал, какие-то деяния это хорошо, как здесь он говорит, имам Шарани говорил, последний устар будет это Махди, где доказательства, Уран и Хадис, если пророк это не рассказал, мы не узнаем это, кто там будет. И также 124 тысячи вали должен быть, этот Ашем Ашаих должен быть. Это тоже, если пророк не сказал, мы не понимаем. Из этого на все, на все, которое обучает нас имамы, которые вы сомневаетесь, вы должны просить Далил с Урана и сунны, или же понимание четырех имамов, понимание табиану этих слов, аяты Корана и Хадиса. А так говорит 124 тысячи шейхов будет, или же последний Махди будет. Так мы тоже можем говорить последний Махди будет шафейского мазхаба, как некоторые сказали, Махди будет ханафитского мазхаба. Нет, мы не знаем, он будет следующим за Кураном и Суннатом и пониманием Курана и Сунны, а так он будет Махди нахшаба мазхаба, как Махмад Афанди сказал, все это ересь, наговоры на религию Аллаху Субхан Главное мы должны знать свое убеждение правильное и понимание четырех имамов. В этом, иншаллах, мы закончим путешествие по книгам Хасана Афанди. Их много, их даже в каждом странице можно здесь такие же истории найти и рассказать. Просто то, что рассказа не хватит для разумных людей, размышлять. Не бойтесь, верю в их слова, кто скажет Устара, почему ты так делаешь, почему Устар так делает, что он не мурит, не будьте муритами, будьте мусульманами, которые соблюдают Уран и сонным пониманием праведных имамов. Давайте мусульмане, эти люди, так называемые имами районов, имами села, нам говорят, трудности как попадают, как они в море зашли, просите шейхов. Такой жирк даже бывших мушликов до пророка, которые были, у них даже не было. Давай прочитаем несколько аятов из Корана, когда подобные ситуации попадали, что говорили мушлики? Аллах Корана говорит в Сурат Ал-Исра 67 аят. А'уду биллэхи мин шейтан рожим Ва Массакум дурру фил бахри кроме Аллах который вызывал мушликов с головы все уходили они прямо Аллах просили когда же он спасает вас и вводит на сушу вы отвращиваетесь воистину человек неблагодарен. Смотрите даже мушлики когда трудности попадались их глазом дуа делали Аллах аят. Мушлики которые шриф делают они обучают чтобы их просили. В другом аяте тоже в Сурат Ал-Ан-Кабуте Аллах говорит А'уду биллэхи мин когда они садятся на корабль то взывают к Аллаху очищая пред ним свою веру когда же он спасает их и вводит на сушу они в тот час начинают приобщать со товарищей. Это мушлики кафири те времена когда море заходили трудности увидели они их глазом просили Аллах очищали свою веру когда выходили обратно ширк делали вот это нас учат ширк делать на суше и на море А'уду биллэхи мин шайтон рожим А'уду биллэхи мин шайтон рожим братья мусульмане очищайте свою веру если до сих пор делали этот ширк истегаса просили у мертвых оставьте с этого минуты покайтесь вернитесь к религии Аллах ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату